приветствую вас друзья с вами тарас березовец и вот мы видим сейчас как на фоне стихийного бедствия которая ударила по крыму я имею ввиду наводнение и сходы селей которые фактически уничтожили значительную часть личного имущества граждан как на юбка так и на востоке полуострова в керчи оккупационная власть российской федерации пытается переложить проблемы что называется с больной головы на здоровый более того российская страна в условиях когда оккупационная власть согласно всех международных конвенций в том числе женевской конвенции страна оккупант несет полную ответственность за жизнеобеспечение и безопасность граждан на временно оккупированных территориях тем не менее на международных площадках именно российская оккупационная власть пытается обвинить во всех бедах и во всех проблемах украину есть такой российский депутат государственной думы зовут его пётр толстой он называет себя прямым потомком того самого писателя графа толстого интересно сам ли он граф или нет но тем не менее который по дикому стечению обстоятельств этот самый толстой в прошлом ведущий российского первого канала урты возглавляет российскую делегацию в парламентской ассамблеи совета европы чем известен толстой в первую очередь известен своими шовинистическими не только антиукраинскими но антисемитскими заявлениями за которое он был бит и шельмован во всем мире и даже в собственной россии тем не менее такой человек ксенофоб украина фоп антисемит возглавляет официальную делегацию парламентскую делегацию государственной думы российской федерации парламентской ассамблеи совета европы несмотря на многочисленное обращение профильных организаций лишить его полномочий он продолжает здравствовать не просто здравствовать описать доносы именно по доносу депутата пасе петра толстого был отстранен на два месяца от заседаний точнее он может принимать участие заседаниях он не имеет права выступать задавать вопросы член делегации верховной рады украины делегации в парламентской ассамблеи совета европы наш хороший знакомый алексей гончаренко и вот сегодня алексей гончаренко сообщил о том что петр толстой написал два очередных доноса на этот раз доносы против украины которую он оформил в виде депутатских запросов чего же хочет господин толстой он обвинил украину в том что перекрытие воды из днепра для крыма является коллективным наказанием крымчан за их политическую позицию заявил господин толстой еще более цинично толстой при этом ссылается на целый ряд международных конвенций в том числе и женевскую по правам соблюдения прав женщин и детей и в том числе говорит о том что украина нарушает права крымских татар поскольку в этом письме содержится утверждение что районы крыма прибрежные в первую очередь где основную массу составляют не крымские татары якобы обеспечены водой а вот внутренние регионы где очень много крымских татар не обеспечены и ответственность за это несет естественно украина при этом руководитель еще один руководитель сенатской части российской делегации пассе зовут его сергей кисляк заявил о том что цитата мы готовы к конструктивному взаимодействию с коллегами в пассе планируем принять участие в основных дискуссиях сессии вот такая правда интересная история то есть проблемы с водой оказывается это проблемы которые полностью были созданы и инспирированы украина они россии что это как не попытка сегодня отвлечь от ситуации в крыму катастрофической ситуации когда уничтожаются просто целые населенные пункты уничтожаются целые пласты экологические в том числе потому что сель на самом деле так которая сошла на юбкан на ялту та которая уничтожила значительное количество личного имущества граждан который естественно никто не будет им компенсировать и та которая унесла жизни крымчан это все результаты хищнической деятельности российской оккупационной власти созданием после 14 года нескольких десятков незаконных мусорных полигонов которые просто нависали знаете как карнизы вот так нависали над ялтой вырубали с леса туда свозился незаконно мусор и вот когда пошла большая вода пошли дожди весь этот строительный мусор представляете куски бетона арматуры это все просто пошло по склону вниз и прокатилась просто вот как вот знаете вот это прошло просто бульдозером мы видели страшные кадры когда просто личное имущество граждан не просто там знаете там калитку вырвало не целые автомобили просто смывала в воду в море то есть черное море и дикие фото того кстати я вот разместил тоже в stories на моем youtube канале вы можете увидеть бухту города ялта во что она превратилась там просто такое серое грязное море от грязи вот этот мусор строительный пена все что вот это сошло и вот это то как выглядела это уютнейшая живописнейшая бухта на южном берегу крыма но и на этом господин толстой на самом деле не остановился кроме доноса на украину по поводу воды которую она перекрыла он написал накатал еще второй донос этот донос касается как завел толстой преследование крупнейший оппозиционной партии это его цитата в украине о позже виктора медведчука которого незаконно посадили под домашний арест и закрытие трех телевизионных каналов как он здесь пишет которая поддерживали деятельность этой самой этой вот этой вот самой вот кремлевской оппозиции здесь написано о том что такие действия это я пережу с английского является входят в полнейшее противоречие с правами и свободами слова которые защищаются статью 10 европейской конвенции прав человека оказывается что вот это антидемократическое поведение как его называют господин толстой украинской власти и преследование прав оппозиции тут кстати вот интересно это называется явка с повинной подскок он указался бы преследует же в украине не только оппозицию пророссийскую про кремлевскую есть проблемы у других оппозиционных политических сил но их интересует именно судьба только партии медведчука поскольку здесь написано что украинский президент незаконно ввел санкции против украинских граждан каким образом права украинских граждан имеет отношение к российской федерации мне вот интересно против значит лидера этой политической силы которого мы намерены защищать но прекрасно в принципе мне кажется тут уже все сказано тут уже сдались потрохами господина медведчука как бы он не пытался сегодня отмыться от клемма кремлевского кума после явки с повинной которую дал петр толстой уже в принципе уже можно ничего не говорить и все это происходит в том числе в силу барства сиборитства самоуверенности и глупости российской власти ее представителей в европе они настолько уверовали в собственную непогрешимость в то что они могут совершенно цинично нагло врать не только собственным гражданам российской федерации теперь врать еще всему европейскому сообществу рассказываем о том как якобы нарушаются права человека в украине посмотрите на самом деле на свою страну посмотрите на то что у вас выносится сотнями в год приговоры за репосты банальные репосты в соцсетях комментирование за просто слова людям дают реальные тюремные сроки тюремные сроки до 7 лет лишения свободы просто за то что они где-то смогли позволить себе покритиковать действия власти или написали что-то не то против президента россии путина которого теперь как мы знаем любые нападки на него на власть будут караться еще более жестче как кстати соседней беларуси где недавно совершенно лукашенко продавил очередные диктаторские поправки согласно которым теперь за любые намеки любое любое критическое слово даже критический взгляд в сторону представителей силовых структур можно теперь получить абсолютно реальный тюремный срок вот такая история совершенно позорная дикая в страсбурге парламентской ассамблеи совета европы сегодня разворачивается и связано она еще раз повторю с совершенно низкими мерзкими доносами которая строчат совершенно не стесняясь вся российская делегация и и главный главный запивала кремлевский пропагандист граф конечно в кавычках граф петал толстой хотя какой он собственно граф какое у него может быть благородство какое у него дурянское происхождение если он ведет себя просто как дворовая шпана какой-то знаете приблудный пес на самом деле человек с такой сложной неоднозначной биографии который позволял себе делать заявление за которое в любой нормальной стране его политическая карьера была бы закончена мгновенно но только не в россии только не в россии там за антисемитизм за украинофобию не только не сажают а еще и награждают награждают работой в парламентской ассамблеи совета европы и местом в паре вот вот какая прекрасная в кавычках история какой прекрасный человек и какой моральный облик нынешней россии но а происходящее в оккупированном крыму на самом деле я думаю сейчас со всей ясностью продемонстрировала то что никакие не то что там права человека безопасность жизни граждан кремль совершенно не волнует кремль наплевал совершенно на то посмотрите сколько дней уже длится это стихийное бедствие сколько людей погибло какое огромное количество личного имущества уже уничтожено путин туда не полетел посмотрите никто из топ кремлевской верхушки туда не отправился спасать эту ситуацию на месте разрулить так бы это было в принципе в нормальной стране да даже в украине зеленский не смогу себе этого позволить когда было наводнение он ехал потому что он понимал что общественное мнение в украине работает как нормальный цивилизованной европейской стране и здесь пройти мимо трагедии своих собственных сограждан не получится это путин который будет тупо спокойно себе отсиживаться в ожидании последнего матча на этом евро надеемся российской сборной по футболу бесславного которая надеемся будет закончена в третьем туре групповом а все что происходит в крыму вот в общем с регионом и ответ и отношение настоящая кремля к временно оккупированным территориям и гражданам на оккупированных территориях которых они как они сказали вернули в родную гавань вот такая она кремлевская благодарность и вот такая она кремлевская забота друзья ну а все потуги петра толстого российской делегации в страсбурге парламентской ассамблеи совета европы кого-то убедить в том что какие-то права человека массово нарушаются в украине и потому что это украина оказывается несет ответственность ее нужно наказать за печальную катастрофическую ситуацию с отсутствием воды в крыму все эти нападки обречены на провал поскольку все прекрасно знают и видят не смотрят там орт не смотрят нтв россия планета а смотрят нормальный объективное средство массовой информации и прекрасно понимают реальное состояние прав человека во временно оккупированном крыму вот такая друзья ситуация у нас трагикомическая спасибо вам за ваше внимание спасибо за подписки на мой канал поддерживайте нас на патреоне и до новых встреч с вами был тарас березовец